Здарова народ, меня зовут Илья Бунин. Посмотрел третьи Голодные игры? И знаете, лучше бы я еще раз на Интерстеллар сходил. Самое подходящее название фильму Унылые игры. Унылые и скучные игры. В общем, сейчас расскажу, в чем проблема. Поехали. Сойка-присмешница, часть первая, это фантастическая драма-антиутопия. И уже третья часть этой подростковой саги. Ставил в этот раз картину Фрэнсис Лоуренс. Отличный режиссер, который известен такими прекрасными фильмами, как «Я. Легенда» с Уилл Смитом и «Константин» с Киану Ривзом. Для тех, кто не в курсе, Голодные игры поставлены по одноименному роману Сьюзен Коллинз. Она же, кстати, и один из сценаристов картины. После выхода первой книги роман стал настолько популярен, что быстро стал бестселлером. Получил множество наград, был признан лучшей подростковой книгой за 2008 год и даже расхвален Стивеном Кингом и Стефаном Майер. В общем, не какое-то там вам сортирное чтиво. Коротко мнение о предыдущих частях. Первая часть была вполне неплохая, можно посмотреть. Вторая так вообще мне понравилась, очень интересно ее завернули. И экшен хороший, и любовный треугольник, все как-то сбалансировано. Нормальная получилась в общем. Эта часть начинается с того, что пампушечка Китнис оказывается выжила и вместе с семьей отсиживается в бункере. Но вот Пит был похищен и с ним толком ничего не ясно. Ну и естественно, Китнис собирается его найти и спасти. Далее начинается война, а восставшие используют Китнис как символ сопротивления. В общем, эта часть какой-то пипец. Один сплошной минус. Верите, предыдущие части в разы лучше. Даже скучная первая часть мега огонь по сравнению с этой. Первый час я сидел и надеялся. Ну, ну, может хоть под конец бомбанет. Ну, может вот-вот сейчас мне станет интереснее. Но нет. Сюжет настолько скучно преподнесен, что тупо клонит в сон. Хотя я перед просмотром хорошенько выспался. Да, информационная война, конечно, хорошо показана. А именно, как в очередной раз с помощью марионеток и систем массовой информации управляют мнением большинства людей. Как гибнут простые смертные, работяги, а власть опять в шоколаде. Безусловно, это очень актуально. Но это нифига не значит, что фильм от этого становится в разы лучше. Исчезнувшая Финчера была гораздо интереснее. Хотя там тоже был такой подтекст. Любовный треугольник в фильме так вообще унылый. Хотя времени предостаточно было его подраскачать. Монтаж тоже так себе. Картину порезали так, что поначалу нифига не понятно. Первые 30 минут сидишь и пытаешься въехать. Что происходит? Знаете, мне кажется, сейчас уже можно брать на заметку. Видишь в названии часть первая? Это значит, вас ждет тупо растянутый фильм, чтобы собрать бабла с фанатов. Что-то типа Гарри Поттеровских Даров Смерти. И то они на фоне игр с супер экшен. В плане эффекта фильм вообще нулевой. Вот эта сцена с самолетами, движуха на дамбе и легенький подрыв в лесу, это все спецэффекты. Причем абсолютно все. Вы все это увидели в трейлере. И я не говорю, что фильм должен состоять из одних спецэффектов. Но баланс должен быть какой-то. Иначе все скатывается в какой-то сериал. Картина должна выглядеть законченным произведением, а в этой части одни диалоги и сопли. В фильме всего два положительных момента. Первый это политическая подоплека, о которой я уже сказал. И второй положительный момент это актерская игра. Она нормальная. Но отлично, на мой взгляд, сыграли всего двое. Первый это Дженнифер Лоуренс, что в принципе неудивительно. Она снова отлично справилась, великолепно отразила ужас на своем лице. Она одна из немногих, кто сейчас тащит фильмы. И второй это Джош Хатчерсон, который по мне так неплохо раскрылся под конец фильма. То, как он раздражал образом преданного щенка в прошлых частях, здесь он практически компенсировал достойной актерской игрой. При том, что роль была далеко не сладкая. Почти весь фильм он эмоции выдавал, глядя в камеру, что довольно сложно. Красавчик парень в плане игры. Остальные актеры на меня не произвели впечатления. Джулиана Мур сыграла так себе. Оно в принципе и понятно. Персонаж такой. Эмоций особо не надо. Тем более роль исполнить ее уговорили собственные дети, фанаты романа. Лиам Хемсворт это тот мужик, что брат Тора, ну то есть Криса Хемсворда, тоже так себе. Он мне еще напоминает мужа Шакира защитника Барселоны Жерара Пике. Одно лицо. Сыграл, как и в прошлых частях, незаметного парнишу, на которого, как мне кажется, почему-то снова не хватило экранного времени. Вроде авторы должны были показать какую-то нотку любви, ну или влечения между ними Китнис. А этого совсем не чувствовалось. Филипп Сеймур Хоффман, не буду льстить, даже несмотря на то, что он умер недавно и последние сцены были досняты без него, сыграл обычно. Нехорошо и неплохо. Весельчак Вуди Харрельсон, с которым обычно был связан юмор всех предыдущих частей, появился всего в двух сценах за весь фильм. Соответственно и юмора в картине было столько же. По поводу режиссура у меня нет вопросов, хотя я и не люблю мрачную подачу, но по сюжету она была уместна. Весь фильм снят в мрачном духе Константина с легкой желтоватостью изъя легенда. В целом фильм абсолютно проходной, с нормальной актерской игрой, интересным подтекстом и намеренно растянутой, как это уже стало принято для сбора бабла с фанатов. Я бы посоветовал дождаться пока появится последняя часть и перед походом на нее зайти в интернет вечерком и посмотреть эту пока кушаете. В общем как сериал. Потому что это не фантастический фильм, а тупо диалоговая драма. Вторая часть мне понравилась гораздо больше, там хоть накал страстей был офигенный под конец. В общем клевый фильм, здесь же одни сопли. Думаю, что Сойка-соплежуйка понравится только девочкам-фанаткам, не советую тратить два часа своей жизни. Народ, заходите в паблик, в инстаграмм, оценивайте, пишите свое мнение о фильме в комменты, подписывайтесь и помните, всегда есть фильмы, которые стоит посмотреть. Пока! Нолан, конечно, красавчик в плане того, что старается создавать локации максимально естественными. То есть он сторонник того, чтобы какой бы ни была хорошая компьютерная графика, качественные декорации и натуральные красочные пейзажи гораздо лучше. Поэтому съемки вещества